Первые последними, и последние первыми. Вот о чем речь идет? О ком? Неразъяснений никаких нету, толкователи начинают здесь упражняться. Что показала история? В творении Божьем замечен такой порядок. Вначале Бог сотворил духовные силы ангелов. Когда неизвестно. Написано, что когда творил звезды, при общем ликовании сынов Божиих. И Англа Тауз говорит, ясно, что звезды в четвертый день Бог творил, а ангельские силы уже были. Что раньше четвертого дня, это определенно. А когда, не знаю, вот как надо изъяснять слово Божие. Они были первые. И первые, и оказались некоторые последними. Пойдя революции против Бога на небе. Господь их сбросил. И написано, иди в огонь вечный, уготовлены дьяволы и ангелами его. Им, которые были на небе, который ходил среди огнистых камней, хирургим осеняющий, лицепер называет его, сын Деницы Света, первый, оказался последним. В этом положении оказался Бога избранный, единственный народ, иудейский. Первый. Апостол Павел говорит, вам первым надлежало выслушать. Но как вы не приняли, делайте себя недостойными вечной жизни. И они кажутся последними. Последними. А почему последними? Написано, и в конце времен Бог откроет дверь, когда войдет полное число язычников. Бог назначил так. Евреи, вы не приняли Христа? Он к вам пришел. Он не пришел к русским, к немцам. Написано, к своим. Своими названными иудейский народ. И они его не узнали, не приняли его. А ныне я иду к язычникам. Они уже отвержены, не могли эти слов сказать, как мы. До этого слушали, а затем подняли крик истреби его. Еврей никак не может понять, что он на последнем месте. Везде евреи в прессе, везде. Пятая власть. Теневой народ. И как только они называют. Самое главное богатство. Больше национального дохода. Все разграблено. А они последние. Они достойны только жалости. Писание так говорит. Златоун говорит. А они окажутся последними. Самый последний момент. Как говорится, перед закрытием уже мировой истории. Бог приоткроет им вторую половинку двери. Вот тогда они туда ринутся. Как говорят, ломанутся. От кого? От антихриста. Они его примут. Они все богатство мира сложат к его ногам. Они организовали эту масонскую, сатанинскую организацию. Они творили фашизм. И все остальное. Сегодня все это доказывают. И социализм. И все это из одного мешка, говорит, было выгодно. Но! Там они поймут, что совершили страшную ошибку. Делали для воцарения, а получилось для погибели. Все самые злые системы мира. Свяжение, уничтожение. Все, говорит, и шло оттуда. Сегодня наказывают. Официально пишут об этом. А какой вывод? А вывод один. Исполнилось Писание. Мы хотели быть везде первыми. Дали мировые религии. Мусульманство-то ведь. Все, основа-то отсюда идет. От иудеев. Кто Коран считает, знает. Они там все, рассказ мой перевернутый. Не так, но так. Иудаизм. Детхозаветнее оттуда. Христианство. А то три мировых религии дал народ один. Ну как знаем, что две мировые войны начал немецкий народ. А главное-то не в войнах. Дело в идеологии, в голове. А в голову-то кто заложил? Кто такой Марс? Еврей. Кто такой Ленин? Сегодня я помню. Бабушка, Бланк, еврейка. У Гитлера бабка еврейка была. И оказались последними. Ни одно из этих учений, которое они насаждали, не приводит на небо. Речь идет о небесном. Ну что пользу весь мир приобрел? А оказался, ну да, первое место в государстве. Каждый день пирши стоит блистательным. А оказался в низине. В огне горящий там. Кто? Ведь в притче Христос не сказал, что вот был богач перестемлянин. Или был богач англичанин. Это богач еврей был. Это еврейский премудрый сидит там масон. В аду. И он не видел родного своего, близкого, кровного Лазаря. А какой ему, а то, как имя, у него даже имя не дано. Они под одно все идут. Он богач, первое лицо. И оказался последним. Последним. Ему ничего не досталось. Располкование этой притчи разное может быть. Россия говорит так. Первый Рим пал. Второй. Разгромен. А третий это мы. Мы на первом месте. Россия там четвертый удел божий. Ну те уделы не удела. А вот мы-то да. И оказались самые последние. Русский человек сегодня как страшилище для всего мира. Как открыли только железный занавес и написано русские хланули, то даже итальянская, американская мафия содрогнулись от русских разбойников. Вообще никого не щадят. Едет муж, жена, рядом четверо ребятишек уничтожает всех. А когда будущим прославленным Елисавета спрашивала, разговаривала с убийцей, с Каляевым, он мужа ее убил. Он говорит, я много раз охотился, с бомбой стоял. В прошлый раз мы выехали, сидели с мужем рядом, я бомбу не бросил. Ждал, когда он будет один. Оказывается не всегда были такие люди. Даже разбойники не такие были. Детей, жену щадили. Хотя у него задание было его уничтожить. То есть, если тысяча человек будет, нужно было сделать, пожалуйста, Беслан, сотни детей. По сегодняшний день еще не знать, кто это сделал. И те, которые первые, будут последними. А последние первыми. В последнюю очередь, может, наша страна услышала истинное евангельское учение. И это дает некоторую надежду, что мы продвинемся вперед. Последние возникли, самые современные, пятидесятники, нау-пятидесятники. Но как они ревностно желают быть исполненным и Духом Святым? Я посмотрел, беснуется. Самое натуральное беснование. И все-таки он призывает к покаянию, к ревностному соблюдению заповедей Божьих. Он старается, чтобы каждый человек проникся веянием Духа Божия. Это-то не отнимешь никак. Но какой-то был отсутник в священниках. Ушел он там, обновление, что-то другое. А ты возьми другое. Не от доброй жизни он туда пошел. Значит, вся обстановка содействовала тому, чтобы небо было закрыто для человека. А он пытается его открыть с черного хода. В каких местах в Библии говорится первое и последнее? Матфея, 12 глава, 45 стих. И бывает для человека того, что последнее хуже первого, что и будет с этим злым родом. Последнее его состояние. Блаженно не начало, но конец. Человек обратился, как ангел. А потом пошел таким путем, что перерывался к демону. Матфея, 20 глава, 8 стих. Начинается расчет почему-то с последних и до первого, когда платил по динарию всем. Почему? Может быть это и указание на то, что последние оказались первыми. Как раз они и оказались. Поэтому в этих словах Христа очень большая надежда для тех, которые говорят, что жизнь моя прошла, я Бога не знала, а вот теперь, а ты радуйся. Ухватись за эти слова. Я в последние дни услышал. Но можешь нарастить такую скорость и столько взять, что я с юности пришедшие того не сделаю. Покажи ревность. Ты постоянно подходи и спрашивай, где я могу проявить свой план, где я нужна. Я не знаю, часто ли приходите вы к нашим братьям и говорите, в субботу я нужна, звоните ли им. Когда воскресенье сегодня пойдут по городу наши благовестники, вы можете пойти. Держись за его руку. Представительней будешь. Видя живого человека, старецу, не каждый худые слова скажет. Вы просто предохранять их будете. Он говорит, а ты стой и молиться за то время. Тебе не надо ничего говорить. Ты просто будешь рядом, как ангел-хранитель. И последний станет первым. Я вот смотрю, дети стоят. Некоторые стоят вот здесь сегодня и не кланяются. Зачем ты стал рядом с ним, с ребенком, если тебе все равно? А ты все время помогал ребенку, где поклонить? А ты стал дальше. Ты был первый, стал почему-то сегодня последний. Я конкретно смотрю. Вы смотрите, рвитесь вперед. Да, я не знал. Да, я не слышал. Я в нашей семье первый обратился к Богу. Первый я узнал Евангелия. Эти для меня слова очень настораживающие. Я не хожу, что я последний. Я был первый. А сохраню ли эту марку до конца? А выдержу ли этот накал? Буду ли до конца, до старости, сочный, плодовитый и свежий? Первый пришел? Первый и дойди. Эту дистанцию держи. Марка, 9 глава, 35 стих. Призвав двенадцать апостолов и сказал, кто хочет быть первым, будь для всех последним и слугой и всем. Оказывается, показан принцип, как быть первым. В услужение всем. Заботиться о том, что у тебя в запасах хлеб был. Чтобы у тебя в достатке были средства. В достатке было место. Потому что в почтительности нужно предупреждать друг друга. И так Павел говорит, бегите. Чтобы получить. Не просто руками молотить, языком молотить. Бегу как на верное. А чтобы бежать на верное, надо все время тренироваться. Тело должно быть очень тренированное. Ну, кого посылает на Олимпийские игры? И как они туда рвутся? Ясное дело, что он предыдущие, более низкие, уже выигрывал. А чего посылать тот, кто неопытный? А ведь мы вышли не просто так. Мы бросили вызов тысячелетним усвоям церкви, с этим монашеством. Слушай, не проповедуют. Мы бросили вызов всем, и католикам, и мусульманам. Что Слава Божия должно быть на первом месте. Вы оцените это. Кто нас знал? Откуда взялись? А сегодня везде об этом говорят. И какую роль играет в этом книге? Ты все время проси, Господи, а через меня? Как я могу ли распространить или нет? Я вам говорил, что кто давал деньги мне, просто жертвовал, я их не считаю. Назад они ясно, что не возвращаются, и требовать меня нельзя. А то подходит один человек и говорит, а я деньги давал. Так я вас передумал, вы мне не вернете их? Это же безумие полное. В первую очередь ты дал не мне, а Христу. Одна принесла две тысячи золотых монет. Отец, где поставить? А он, ему все приходят. Он говорит, там, в двери поставь, он в келье сидит. Она постояла, ничто не прикрыто. Даже целое состояние принесла. Она уже уходит и говорит, отец, так я не две же монеты принесла. Две тысячи? Он тогда взглянул на меня и говорит, дочь моя, а ты кому принесла? Если ты мне принесла, мне они не нужны, забери их обратно. Если ты Богу принесла, так они ему и принадлежали. И Бог знает, сколько там он считает, в математике разбирается. У Бога есть чем охранять. Ты чего там заботишься-то? Ты не для меня это делаешь, ты для Бога делаешь. Каждую букву, которую печатаешь, что ты записываешь, это проповедь пойдет. Это твой труд. Что я вот сидел, выбирал эти места, и мне трудно проповедь это далась. Это Бог знает почему. Это проповедь очень трудно далась. Нигде никаких указаний нет на это. Только одно, еврейский народ был первый, стал последним. А то же я потом изыскиваю. Я сказал, кто сколько жертвовал, это уже мне не принадлежит. Но я дальше шагнул. На эту сумму берите книги. И можете раздавать кому-то. Вы понимаете, что я делаю-то? Я не накапливаю. И не берут, и вдруг кого-то посылает другого человека, так сказать, я на него получаю теперь иди. Тот приходит и запрашивает у меня в несколько раз больше, чем тот давал. Да ладно, я помню. А я говорю, вы берите и мне сообщайте. И войдите в ту сумму, которую дал. Видите, что уже делает? Это тоже не по-божески. Ты своей рукой дала, своей рукой и возьми, чтобы никто не знал, что ты трезвонишь. А он мне взять, он мне дождь. Да только дело, когда уже распаковалось. И написано, пусть левая рука не знает, что правая. А ты все разбазарила теперь. Ты уже потеряла эту награду. Понимаешь или нет? Прижми язык. Подойди только одному мне, скажи. Я тебе даю. Ты что думаешь, книги-то наши в три раза дешевле продаются? Это за счет того, что я работаю бесплатно. На каждой книге я экономлю, я, мой труд. Тридцать тысяч. В каждом томе. Тридцать тысяч, даже тридцать одна тысяча. За труды мои. Я это нигде не учитываю. Лишь бы дешевле было. Поэтому если ты дал, ты подойди и скажи, мне нужно. Сколько? Бери на это. Дал десять тысяч, на десять тысяч дари. Полный комплект. Книг стоит у нас 3540 рублей. Запомни. До 22-го тома, который еще не вышел. Но Бог у нас выйдет к тому году. У нас ведь сокровище, это библиотека целая. Не будь последним. Ты поспешил первый, не окажись сзади. Поэтому никого мне не подсылайте. Кто-то дал деньги, уехал, а теперь наказывает. Ты подойди, возьми. Мы так не договаривались. Это ты не мне давал. Я тому говорю, чтобы ты научился делать. У меня был порядок потеряйте. Записывайте все, кто хочет. Но без моего ведома никому не давайте. А почему? А потому что некоторые не приходят, а потом просят, дай мне на занятия, чтобы послушать, про него там говорили. Он или нет? Пусть он сам приходит. А те, которых я не знаю, сам можешь пространять. Без моего ведома не давайте. У меня одна задача, чтобы все приходили, все слушали. Так и здесь. Мы на нашем церковном собрании не запрещаем записывать. Собрание идет. Нигде так не делается, как у нас. А теперь, что там говорилось, начинает где-то передавать. Загорается огонь, злой огонь. И по совести ты открываешь, во-первых, тайну. Открывший тайну, потерял надежду на примирение. Ты понимаешь, что ты делаешь? Поэтому без моего ведома, то, что на собрании записано, никому не давать. Не записал для себя. Хранить в архиве. Сами, которые были, свои можете сидеть слушать. Никому не давать прошу. Иначе мы просто не будем ничего рвить или запретим записывать. Не будь последним. Ты первый это слышишь. Чтобы твое первое не послужило тягой к последнему. Потому что открывающий тайну теряет все. Даже ударил, рану нанес человеку, возможно, примирение. Но открывший тайну потерял надежду на примирение. С тобой никто не будет мириться уже. Это Сирахов говорит. И открывающий тайну написано, не спасется. Бери выше. Мы говорим на собрании, не в церкви, с названием имен. Об храме я никого не называю. И поэтому бывает, человек не так воспримет, неправильно передашь ты ему. И получается, ты столько керосину там плеснул, что до неба огонь будет виден. Будьте очень внимательны. Евангелие от Марка 9.35 Об этом говорит, чтобы были мы слугами всем. Хочешь быть первым? Я скажу, да. Очень просто. Начинай каждому услуживать. Каждому помогать. Узнавай нужду каждого. И превзойди других в этом. Тот столько ты отдал, а ты еще больше сделай. И хорошо запомните, Бог смотрит не на то, что ты дал, а на то, что у тебя осталось после того, как ты дал. Эта вдова положила больше всех, поверьте. Почему? Она пропитание положила, не Господь ценит, что она отдала последний кусок. А если у тебя добыча в миллиарды, а ты дал только 100 миллионов, это не так и много совсем. Ведь очень просто даже. Я доказываю священным писанием. Какая беда случится, смотришь, находят где-то. Вы постоянно находитесь здесь. Вот у нас ящища, добровольная, пожертвовальная, церковная лужа. Зачем я напоминать буду? Мы не с тарелками ходим. С тарелками ходят в каждой церкви. У баптистов и сектантов везде и всюду. Какой мы перерачивание смотрим, везде деньги собирают. Мы не собираем. Мы избавимся от этого хождения. Все отдали совести. Я только совесть вашу тревожу. Десятина, это понятно. Но ты на храм отдавай. Вот сегодня мы получили известие, что книги уже дошли до Греции. Понимаете? Последние книги. Люди спрашивают, ищут. Я уже имею свидетельство, что из книги люди обращаются к Богу, возвращаются из диктантов православия. Прямо через книги. В других странах даже. Книги уже работают, начинают работать. А ты об этом молись. Каждый день, Господи, пошли в средства на издание книг. И старайтесь где-то давать. На днях я был у начальника одного. Вот иммиграционная служба. Совершенно новая. С всем договорились. А тот на пенсию ушел. А мне надо с новыми людьми знакомиться. Я к Истину православию подарил. Так он аж встал. Да допишите мне ее. Нам есть что дать. Я только домой прихожу. Секретарь уже сбудет. Почему? Подарки открывает дорогу. Очень удобно давать. Тем более подарок. Это не взятка какая-то. Еще неизвестно. Кто от кого получит. Он от меня или я от него больше. У нас новый теперь ректор в университете, где мы занимаемся. Звать его Лев. Включите его себе в молитву. И после Нового года Бог даст. Я уже постараюсь с ним встретиться. Я с ним ни разу не встречался. Не забывайте, что человек этот был на хороших должностях. Был когда-то губернатором Алтайского края. Главным мытарем этого края. Налоговым инспектором. Чтобы заранее Бог расположил его сердце. От него очень многое зависит. Все-таки мы в 17-й год ведем занятия в одном университете. Это по милости Божией. Ну и не забывайте, прежнего ректора поминайте Владимира. Первое Коринфянам 15, 45. Первый Адам стал душой и живущим. А последний Адам есть душа творящая. Значит и последним быть не всегда плохо. А последним он завоевал все пространство. Это Христос. Если только мы эти самые последние, то дай Бог до конца быть, чтобы оказаться первым. Первое Коринфянам 4, 9, 15, 9. Тоже говорит о том, чтобы стремились быть первыми. Эфессианам 3, 8. Мне, как наименьшему из всех, Господь говорит, дал благодать сию. Я самый маленький, сзади, но мне благодать дана благовествовать живущим на земле Христе. Я в школе имел тройку по литературе. Я не мог сказать двух предложений. Я боялся, у меня сразу текли слезы. В математике мне равных не было в классе. И внезапно Бог позволил мне говорить и перед большими аудиториями. Я был самый последний в этом вопросе. Так уж тройку ставили, а? Пересказать не могу, все знаю, а как на экзамене, говорит, студент или как собака на привязи. Деяние 3, 26. Апостол Павел говорит так, что Господь послал к вам первым, что мы благодоставали его вам. Греет 13, 46. Вам первым отбежало выслушать. И первое в параллелепоменон, 29, 29. Постоянно слово это повторяется, но говорится только об истории. И дела первые, и последние в царе описаны там-то. Оказывается, и дела наши тоже где-то пишутся, не только царские. И хорошо, если наши последние дела будут первыми. Я не так же много сделал, я тоже что-то делал. Но я забываю заднее, Павел говорит, простираюсь вперед. Да, я там сидел, страдал. Господи, это ничто может быть. А как впереди будет? А может еще меня арестуют? Я каждый день в молитву включаю. Приготовь меня к страданиям, к тюрьме. Молитесь об этом. Чтобы мы не оказались застатыми врасплох. Писание говорит, чтобы день тот не застал нас спящими. Какой день? Он как сеть найдет по лесу всей земли. А не так, что правитель хороший сегодня. Не зря можно сегодняшнего президента так хватаются. Люди не помнят, что там бедность, что увеличилась цена на продукты, а помнят то, что войны не было. Все-таки как-то жили. Откровение 1.10. Христос говорит, я первый и последний. Если он первый и последний, то спасение и в первом и в последнем может быть. Все-таки они имеют на это надежду. А почему? Я первый, Христос первый. Я последний, и Христос последний. По образу Христовым. Матфея 27.64. Как будто к яму не относятся. Но иудеи понимали, что зло имеет тоже нарастающее. И говорили, если ученики скажут, что Христос воскрес, то этот последний обман будет хуже первого. То есть, когда люди стремятся к чему-то плохому, то злые дела будут только возрастать. И поэтому все злодейства, какие были в мире, они сконцентрируются в последнем в Антихристе. Сегодня только к этому подготовка. Евреям 5.12. Судя по времени, вам надлежит быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом. Вот эти слова меня всегда тревожат. Сектанты появились последние. Ну, вот только что в России. Как бы они не оказались первыми. Как они стараются, меняют тактику, неправильно делают. Многого не знают, но в ревности им никак не откажешь. И люди, вчерашние бабушки, ходили, как вареные. Как будто с похорон пришли. Попарают к сектантам, ты скажи, какие они неуемные. Везде пишут, я вам показывал, как иговиска. 84 года, вторая группа. И она мне второе письмо написала. И она скажет, что сыновья ее уверовали, а внуки еще нет. Эх, где же мои годы. Да, если бы я была помоложе в Белоруссии она. Я бы к вам приехала. Я это письмо даю другим. Какая же это бабушка-то хорошая. Но она и иговиска. А не будет ли она последней первым? Может быть, и в последний момент Бог откроет истину, что Христос есть Бог. Матфея 21.31 Мы, три блудницы, вперед вас идут в царствие Божие. Вот слово последнее, первое и первое последнее должно сильно тронуть монашеские сердца. Они всегда считали, что первыми. И даже лозунг высказали. Самый плохой монах лучше самого лучшего мирянина. Бред, самый настоящий. Они первые, якобы. И священники, смотрите, как выходят. А как бы они оказались последними. Серафим Саровский молился и бы ответил, я вас не помилую, не пощажу. Есть о чем думать и плакать. И нам молиться о всех священников. И о патриархии, и о папе. Если не знаете, папа Венедикт. А старобряческий метаполит. Скорнили. Вы молитесь о них и о их пасте, чтобы люди любили Слово Божие. Притча Соломона, 18-18 Первый в тяжбе своей, как бы прав, но приходит соперник его, и следует дело. Чем кончится? Сегодня, да, как будто бы правильно. А завтра дело начнет исследовать, и будет по-другому. Сколько раз говорили, что Русь первая, и мне еще доказывали. Смотрите, Германия, там такое это слово за ней, Великая Германия, Англия, владышица морей, а Русь, Русь святая. Вроде мы, хотя и бедные, хотя мы и запились тут, а все-таки мы святая Русь. Я начал исследовать, и увидел впервые это слово при Василии, и третьем появилось в России. И от этого времени, начиная исследовать, и вижу, она никогда не была. Даже намека никакого не было, было обмана и обольщение. И может за это тщеславие Бог дал нам быть последними. Примудрость 5.5 Есть люди, которые всеми признаются, что они бедно живут, никому не неугодны, ну, в последнюю очередь, сказать или не сказать, дать ему слово с кафедры или не дать. И теперь, когда произойдет уже суд Божий, и этот праведник окажется спасенным, как же так, он был в пренебрежении, в последней, как оказался в числе спасенных и первых. Как хорошо нам там оказаться. Чтобы оказаться в числе первых, мы должны мысленно сегодня вернуться в первоапостольские времена и попросить Господа. Господи, вот ты сказал, есть многие первые, которые будут последними. Я не первый. А последние будут первыми. Я услышал очень поздно. Дай мне силы занимать словам твоим, и чтобы в Царстве Небесном быть со спасенными. Спасенные – это первые. Почему? А потому что Господь их возьмет на небо. Первенцы Богу, тех, кто искупит кровью и его святой, они так и называются первенцы. А первенцам принадлежит все. Аминь. Аминь.